Привет, друзья! Так, вот, на фейсбуке тоже погнали. Такс, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если нас видно, слышно хорошо, если вы в эфире, если вы готовы разбирать с нами тему прямого эфира, секреты отношений, как в кино. Очень, я думаю, неожиданно вообще для многих наших подписчиков, причем здесь актерское мастерство, причем здесь отношения, ну, наверное, кино, это уже ожидаемо, причем здесь кино, и при этом при всем мы расскажем, как вообще связаны эти темы между собой. Подключайтесь, друзья, поставьте, пожалуйста, еще раз плюсик, если нас видно, слышно хорошо. Плюсик есть, плюсик. Плюсик есть? Так, сейчас я подключаю. Круто. Так, 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 так. Ой, Саша, красотка, спасибо. Саша, да, мне сегодня невероятно повезло, потому что, ну, позже немножко познакомимся, сейчас буквально пока собираемся, удалось вырвать прям с генеральной репетиции, генерального прогона Александру Киселевскую, нашего режиссера, актрису. У Саши вот на следующей неделе, на следующей? Да, да, уже в понедельник, пятницу. Неделя будет творческий показ группы. Неделя творческих показов. Неделя творческих показов, а потом будет долгожданный отдых. Вот, поэтому у нас не очень много времени, где-то 25-30 минут максимум, будем начинать. Супер! Есть плюсы, хорошо, кто позже присоединится, сможет посмотреть в эфире. Итак, друзья, поставьте тоже, дайте, пожалуйста, обратную связь, кто как давно нас знает. Единичку поставьте те, кто уже был когда-то у нас на занятиях, те, кто еще не был, но давно за нами следит, поставьте, пожалуйста, двоечку. И те, кто вообще впервые пришел, поставьте, пожалуйста, троечку, чтобы мы лучше понимали аудиторию тех, с кем мы сегодня работаем. Ой, мне очень интересно, кто-то пришел, я записала видео и писала там, что приходите со своими половинками на прямой эфир. Если у вас есть рядом с вами половинка, чтобы я знала, что говорить, что не говорите, а вдруг мы раскроем секретики, поставьте какой-то там знак восклицания. Давайте знак восклицания. Знак восклицания, что надо быть осторожнее. Да, друзья, итак, еще раз, единичка, если вы уже бывали у нас в гостях на занятиях, обучались, двоечка, если вы только следите, но давно хотите к нам прийти, и троечка, если вы совсем новичок, первый раз нас увидели, просто интересная эта тема. И самое главное, знак восклицания, это те, кто пришел с половинками, чтобы мы хорошенько думали о том, что будем говорить, и выбирали формы, и подходящие слова. Расскажу очень коротко, давай, для тех, кто с нами впервые, для тех, кто вообще нас не знает, кто мы такие, чем занимаемся. Школа, я вот только что говорил тебе, как сказал один наш ученик, вот мы записывали недавно кейс, что сплэш, это не просто школа актерского мастерства, это не просто актерское. Это умение человека адаптироваться в любой человеческой среде, ну то есть это умение человека быть разным, умение быть, адаптироваться, да? И это отношение на работе, это отношение с коллегами, это отношение с друзьями, это умение... И вот, наконец-то, мы добрались до семьи. Сейчас, да, сейчас семья мы скажем, это умение выступать публично, и все это сплэш, то есть это актерское мастерство для жизни и для сцены. И в жизни, конечно же, нас преследует, или мы сталкиваемся, или мы наталкиваемся, или мы преследуем отношения, отношения. И актерское мастерство тоже очень-очень в этом помогает. Собственно, об этом мы будем сегодня говорить, секреты отношений, как в кино. Да, и сегодня мы ведем прямой эфир вдвоем. Вдвоем. Это не случайно. Это не случайно. Потому что уже в эту субботу стартует наш тренинг для пар. Секретики, небольшие секретики, сегодня мы вам уже расскажем. Но если вы хотите более подробно, ярко это все ощутить, ведем их вдвоем, его. Потому что это было общее решение, что должно быть и мужчинам комфортно, и женщинам комфортно. И приглашаем туда пары. Неважно, сколько вы вместе, это абсолютно не имеет никакого значения. Никогда не поздно начать работать над отношениями. И никогда не рано. Именно про это мы сегодня будем разговаривать. Да. Давайте очень коротко еще раз познакомимся. Меня Алексей зовут. Я соучредитель, руководитель, режиссер, актер, ведомог школы актерского мастерства «Сплэш». И просто красавица. И просто, ну как скажешь. И еще, что касается сегодняшней темы, я муж и отец троих детей. То есть я много лет отец. Не моих. Не твоих, мы не муж и жена, абсолютно нет. Мы коллеги. И в гостях у меня, как я говорил, Александр. Почему у меня? У нас в доме есть работа. Я насмотрелся этих там в гостях у, в гостях у Александра Киселевская. Саша, расскажи, пожалуйста, о себе. Я режиссер, актриса, телеведущая, блогер в прошлом. Много лет уже занимаюсь актерским мастерством. Ну и, честно говоря, эта идея возникла у меня именно тренинг для пар очень давно. Давай об этом мы поговорим позже. Чуть позже я вам расскажу, это очень интересная история про то, как это все происходит. Да, слушай, у меня к тебе есть вопрос. Вот все люди, я думаю, ты с этим согласишься, хотят счастливых отношений. То есть хотят любви, хотят счастливых отношений. И большинство даже открыто к этому, но не всегда у всех получается. То есть иногда получается, иногда не получается. Почему так происходит? Как ты считаешь? Ну, смотрите, мы же рассуждаем с точки зрения не психологии, а актерского мастерства и режиссёров. Но режиссёры, в свою очередь, это тоже психологи. Потому что мы уже столько раз обращали внимание, что к нам люди приходят одни. Мы помогаем им разобраться в себе, принять себя, почувствовать себя новым, настоящим, открыть самое лучшее в этом человеке, и тогда уже отпускаем нормальную жизнь. Вот, поэтому, по сути, режиссёры тоже психологи. И мало того, в Институте Карпенга Карова изучается такой предмет, как любовь. На курсе режиссёра, да, я писала дипломную работу на третьем курсе, которая звучала так. Любовь как способ взаимоотношения со зрителем. Мало того, есть ещё и формула любви. И есть те люди, которые изучают любовь, и есть определение любви. Мне, например, очень близко определение. Есть такой психолог Эрик Фром. Мне кажется, это подходит и для актёрского мастерства тоже. Его определение. Эрик Фром. Очень интересный, почитайте, очень классный. Вы вдохновитесь точно, научитесь любить по-новому. Так вот, его определение... Сейчас я буду записывать ваши вопросы, я буду записывать полезную информацию, потому что я не знаю, что будет рассказывать Саша. Это очень интересно и неожиданно. Так вот, Эрик Фром вывел определение любви своё, и звучит оно так. Любовь — это создание целого со сбережением индивидуальности каждого. Круто. Вот мне кажется, что идеальные отношения в жизни возможны, если вы изначально действуете по этому принципу, потому что мой жизненный опыт позволяет мне так рассуждать. Я была уже замужем, у меня тоже есть дети, сейчас я в очень счастливом браке, обожаю своим мужем. Он знает, что он смотрит. Так вот, секрет в том, чтобы вы не меняли партнёра, а в том, чтобы вы его приняли таким, как он есть. И каждый из вас остался личностью, но при этом вы создали что-то целое. И тогда это работает. А эти отношения, которые, когда один доминирует, там ещё что-то, это можно поиграть? Все мы знаем, как? Да. Конечно, все мы знаем. Но секрет именно в этом, в доверии, секрет в понимании. Чтобы не искать постоянно, да, как повезёт, а в том, чтобы начать выстраивать свои отношения, да? Да, изначально принять. Вот я думаю, каждая девочка меня поймёт, которая когда-то влюблялась, которая видит принца. Мы же все читали про Золушку в детстве. Мы все читали, смотрели фильмы там, где всё очень просто. Я про девочек. Где идеальный монтаж, идеальная музыка. Всё вырезается, все крометы. И сказка всегда заканчивается фразой «Жили они долго и счастливо». А вот где они жили? Что они ели? При этом где они работали? Сколько у них было детей? Почему-то в конце сказки об этом не говорится. Слушай, это хорошо. Сказка – это хорошо. И то, к чему мы идём, это очень здорово. Давай сейчас вот что обсудим. И мне интересно, друзья, вот те, кто нас смотрит, напишите, пожалуйста, тоже в чат. Как вы считаете, может быть у вас, может у ваших знакомых, какие вообще, с какими вы сталкиваетесь с задачами, трудностями, может быть даже проблемами в выстраивании отношений? То есть это вопрос вообще ко всем. Если вы не хотите об этом писать публично, то просто подумайте, вспомните, то есть какие у вас возникают трудности. Потому что то, что мы будем говорить, вам очень сильно поможет, если вы будете в фокусе, будете понимать конкретно, какие задачи хотите решить. Причём не важно, у вас только формируются отношения или вы уже давно в отношениях, или вот ты, например, я 10 лет уже в отношениях, и я безумно счастлив. И я знаю, что вот эти техники, то, о чём ты будешь говорить, это применимо абсолютно для всех. Вот, поэтому напишите, пожалуйста, какие бывают... Супер! Вот я вижу, мы очень разные. Какие ещё бывают трудности... Трудности для построения и взаимопонимания в отношениях. Пока вы пишете, скажи ты, пожалуйста, Саша, вот как ты считаешь, с какими трудностями сталкиваются люди при выстраивании отношений? Вот самое главное. Так, ну первое, это, конечно же, доверие. Причём доверие, это как, мне кажется, основополагающее любых отношений. И у нас есть очень много на это направленных упражнений, чтобы принять и доверять на чьих друг к другу. То есть, боязнь, там, отпустить человека. Или даже, например, вот если мы говорим про актёрский тренинг, боясь прийти и открыться, и вот страх какой-то, что я не смогу, вот, открыть, там, даже при других людях быть собой, доверие. В этом плане тоже. Конечно, да. А ещё доверие доверять своему партнёру и отдать ему лидерство. То есть, это очень связано с доверием. Тотальный контроль. Тотальный контроль, где ты, что ты в жизни, я думаю, всем знакомо. Как что только вы начинаете перегибать вот эту палку лидерства, всё, отношений не получится. Есть то, что у каждого получается в отношениях хорошо. Мужчина и женщина – это партнёры. И, соответственно, если вы правильно разделите между собой акценты, у кого что лучше получается, договоритесь, да, найдёте компромисс, что всегда возможно, когда вы общаетесь, то всё получится. Ещё, я думаю, главная проблема на сегодняшний день – это отсутствие времени. К сожалению. О-о-о! Смотрите, я знаю, что моя жена тоже меня смотрит. Мы, наверное, пару дней не виделись. Вот. Я передаю ей привет. Живём вместе, мы виделись. Живём вместе, мы виделись. Да. Друзья, кстати, кто тоже сталкивался с этим, что вы живёте вместе, может быть, даже находитесь в соседних комнатах, но это не отношения, ну, то есть у вас… Вы ничего для этого не делаете. И как-то оно начинает, отношения потихоньку угасать, припылиться там они могут, да, ржаветь. Вот кто с этим сталкивался, поставьте, пожалуйста, скобочку такую, знаете, как грустную, грустную. А вы знаете, ещё бывает такой момент, что вроде ты живёшь человеком, живёшь, а потом, это, кстати, одна из историй тех пар, которые к нам приходили уже, мы летом проводили этот тренинг, когда они долго жили вместе, и в определённый момент, из-за того, что они постоянно работали в разных местах и не проводили время вместе, они просто поняли, что они уже друг друга не понимают. Потому что приоритеты изменились, жизнь изменилась, работа, развитие, у них происходит параллельное развитие. То есть отношения, они как на автопилоте, но этот самолёт в разные стороны начинает лететь? Да, к сожалению. А есть ещё такое, что, вот я тоже слышал, и ученики говорят, и многие взрослые приходят в одиночку, потому что тоже чувствуют этот запрос, что хотят улучшить отношения, но партнёр не всегда готов идти совместно, что просто банально не слышат друг друга. Сейчас, я просто у вас сделала твой комментарий. Мы проводили тренинг в школе недавно, и тут просто школьники забрасывают, вы скидок нам ещё придёте. Сегодня тема не очень школьная. Да, я надеюсь, придём, потому что вы нам очень понравились. Спасибо, что вы смотрите нас, спасибо вам. Вообще, вы были классные. Слышишь, а вот бывает такое, что, например, человек слишком хочет, вот обратно, надо угодить другому, и просто себя стирает в отношениях. Да, я думаю, это тоже одна из... На самом деле, это то же самое доверие. Это доверие? Конечно. Потому что, когда человек пытается угодить другому, да, постоянно, он пытается таким образом его контролировать, потому что он же требует взамен что-то. А, то есть идёт на уступку. Конечно. Уступка, и в свою очередь тот ему вроде бы как... Да, и потом возникает другая ситуация, когда я же тебе столько дал, столько дал, а ты думаешь, ну ладно, ну мне не нужно то, не нужно всё. Почему ты не спросил, что мне нужно? Да? Бывает же такое? Да, бывает и такое. Сейчас давай ещё зачитаем более... Ухажите по-моему, Наташа. Так, сейчас, друзья, открываю ваши комментарии. Там только что я прочитала комментарии про разность характеров, разные темпераменты. Холерик, сангвинник. Разные, да, сангвинник и холерик, что просто вообще разные, разные. И... Так, а почему вопрос, почему вы вместе? Ну, противоположности... А почему бывает, кстати, так, что люди абсолютно разные, но они вместе? У тебя есть ответ на этот вопрос? Да, у меня есть. Мне кажется, так интереснее. Так интереснее. Вот представь себе, Лёша, вот если бы у тебя было не Наташа, вот вы отличаетесь характерами, да? О-о-о-о. Очень сильно отличаетесь. Но, вот представь себе, что вот вы одинаковые. Вы же просто... Ну, я не знаю, ладно, не буду на вас пример. Стой! Стой! Наташа, привет! Стой! Вот. Предположим, на моём примере. Мне бы, например, было скучно, некомфортно с партнёром, который такой же, как и я. Ну, потому что к радости к моей мы с мужем договариваемся всегда. И когда у него плохое настроение, у меня чаще всего хорошее. И это важно. Потому что, если он приходит, у него проблемы на работе, я его поддерживаю, я его слушаю. Если бы я в этот же момент сидела бы тоже, у меня был бы депрессняк, а наша депрессия не совпадает, да, то мы бы были просто два депрессивных человека. Хорошо. А если вот глобально вообще, ну, вот почему так происходит? Вот почему происходят вот эти вот трудности в отношениях? Почему люди перестают друг друга слышать? Почему какие-то обиды копятся, не высказываются? Да, так, так, сейчас, стоп, у нас всё серьёзно, у нас серьёзно. Вот почему вообще это возникает, вот эти вот все трудности в отношениях? Мне кажется, что люди просто перестают слышать друг друга. Ну, это понятно. А давай глубже копнём. Глубже? Ты хочешь поговорить про разницы мужчин и женщин? Нет, я ещё не хочу с тобой об этом говорить. У меня есть просто своё мнение на этот счёт, я его выскажу. Я считаю, что это происходит потому, что люди не учились этому. То есть, нас не учили отношениям. Нас не учили выстраивать отношения. И, к сожалению, не всегда там пример родителей, это именно тот пример для подражания. И, к сожалению, не всегда в окружении есть люди, там, дяди, тёти, друзья, у которых тоже счастливые отношения. И банально у нас нету понимания, как это делать. Есть такое или нет? Да, конечно. Что делать? Мне пришлось только пройти в своей жизни для того, чтобы прийти к здоровым, нормальным отношениям. И, к сожалению, каждому из нас приходится с этим сталкиваться. Ну, не всем так везёт. Сразу идеальная жена, семья и всё. К сожалению, сначала мы идём за примером, который мы видим в детстве, в школе. Это далеко не всегда классный пример. Опять же, если говорить про кино, вернёмся к нашему мнению. Да, вот, кстати, если говорить про кино. Ну, вот, мне кажется, это не очень правильный пример для подражания, к сожалению. Опа, так, стой, отключаю, Кир. Так, давай, с этого момента поподробнее. Потому что я знаю, что для многих людей, и я помню тоже, когда рос на фильмах, причём, ну, понятно, мы говорим сейчас не про арт-хаус, мы не говорим про какие-то боевики и триллеры, мы говорим про какие-то там, где есть герои, где есть героини, у них возникают какие-то отношения, и иногда так хочется быть похожими на них, иногда так хочется, вот, ну, чтобы и тебе улыбнуло счастье, и ты нашёл своего идеального такого партнёра. Почему? Да, ну, подожди, кино создано для того, чтобы мы верили во что-то. Вот для того, чтобы у нас появлялась надежда, что такое возможно. Но, опять же, в жизни возможно простроить гораздо ярче отношения, чем в кино. В кино на вот это ваше восприятие и атмосферу работает всё, все инструменты. Во-первых, сценаристы, режиссёры. Пишут, особенно 51 карсера. Кстати, я ещё задам тебе вопросы, у меня есть вопросы, я запишу сейчас. Да, прошу, 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 прошу. Вот, и всё вам показывается идеально, это же гримеры создают стиль этой девушки, которая выходит, вот, если взять «Секс в большом городе», да, девочек, любимый сериал, там же всё работает на то, чтобы вы были на её стороне, для того, чтобы вы эту героиню любили, любили этого героя. Опять же, музыка, свет, всё. Всё, жанр, листья падают, не традуют. Я правильно понимаю, ты говоришь о том, что если создать правильные условия для пары, для людей, даже, вот, что немаловажно, между собой абсолютно незнакомым, не мне тебе рассказывать, и вы тоже наверняка знаете, друзья, что на съёмочную площадку иногда приезжает два абсолютно незнакомых между собой человека. Если это какие-то, там, например, голливудские актёры, они могли видеть друг друга по телевизору или, там, в кино, но чаще всего между собой, ну, как, бывает, что они между собой вообще незнакомы. И иногда, ну, если мы говорим не про, там, очень высокого качества фильма, когда есть подготовительный период репетиции, иногда они вот выходят, и им нужно сразу сыграть любовь. А зритель должен в это поверить. Ну, как такое возможно? Возможно, с помощью актёрских техник. И, собственно, это и происходит чаще всего на площадках, когда актёры начинают работать, и есть целые техники у системы Станиславского, да, на вживание в роль, на то, как принять партнёра, как его полюбить. Очень зависит многое от чего от режиссёра, да, который тебе тоже создаёт благотворительную атмосферу для того, чтобы ты принял тот персонаж, опять же, драматургия, всё, что я уже перечисляла. Но главное другое, что вы можете создать ваши отношения гораздо лучше, чем те, что в кино. И они не будут заканчиваться титрами или жили они долго или счастливо. Вы можете жить и слышать друг друга всю жизнь. И мы с Лёшей, когда продумывали этот тренинг, я просто уже думала про него много лет, думала, как же так мы влюбляемся постоянно. И тот актёр, который хотя бы раз в жизни не влюблялся во время постановки спектакля или съёмок, это явно не настоящий актёр, всё равно рано или поздно тебя отторкнет. Я помню, что... Возникают чувства какие-то моменты. Конечно, я так первый раз замуж вышла. Причём меня режиссёр предупреждал. Мы играли с моим бывшим уже на сцене, и он мне сказал перед спектаклем, что если вдруг вас торкнет, потому что там прям мы играли любовь-любовь, и вы почувствуете притяжение, подойдите, я вас обрублю. Я бы не сказал так, чтобы вы зненавидели. Да, я вам скажу правду про ваших партнёров. И я подумала, боже, про что он говорит. И я помню это ощущение, когда ты наработал уже с партнёром отношения, мы играли в семейную пару, которые много лет вместе. И ты выходишь, и ты чувствуешь, как тебя бабочки несут, птички поют. И ты понимаешь, что ты влюблён. Но это иллюзия, которая проходит. И потом на выступает реальность, когда вы понимаете, что это всё были персонажи, это всё были декорации, всё работало на вас, и вы влюблены в персонаж, а не в того человека реального, который в жизни. Слушай, но есть же много примеров, когда актёры после съёмок фильма, после выпусков прокат, бракосочетались, у них рождались дети, и есть множество примеров, когда эти отношения продолжались, ну там, десятилетиями. Конечно, конечно, есть. Хавьер Барден с Пенелопой Круз. Есть? Есть. Есть русских очень много режиссёров и актёров. Меншов, который снял «Москва слезам не верят», и потом она стала его женой. Но это же исключение из правил. Да, но смотри, правильно ли я мыслю, вот если, например, пойти от обратного, ну перевёртыш такой, если приходят незнакомые люди, и с помощью актёрских техник становятся очень близкими, и люди смотрят и верят им, и потом у них завязываются отношения. Но иногда потом они, конечно, прекращаются, потому что заканчивается эта иллюзия, то, что ты говорила. А если бы это и по идее от обратного, вот к нам приходят люди, у которых уже есть отношения, которые уже друг другу подходят, которые сделали осознанный выбор, и дать им вот эти вот актёрские техники, дать им эти инструменты. Мы решили создать вот такой вот тренинг для пар, потому что ещё один из примеров, к нам приходят ребята и говорят, ой, жена сказала, что я очень хорошо стал выглядеть, и я стал такой открытой, она мне запрещает ходить. У меня был на курсе такой мальчик, который именно так говорит. Я говорю, так, приходи с женой. Нет, она не хочет, она не готова ещё. То есть человек-то меняется, почему не создать такой курс, в котором вы первое будете проводить вместе 3 часа, а это важно, без проблем, без звонков, вы будете 3 часа целых заниматься друг другом, услышите наконец-то друг друга. Второе, вы сможете посмотреть на вашего партнёра с другой стороны, потому что он будет проявляться по-разному, в разных упражнениях, и вы сможете начать ему больше доверять, больше его чувствовать и слышать, что немаловажно. То есть этот тренинг изначально, и вообще эта схема для работы для пар, то, что мы придумали, она работает именно на основе тех актёрских упражнений, которые мы, как режиссёры, актёры, используем на площадке, для того, чтобы актёры сыграли любовь, и вы им поверили в фильмах, или сыграли в спектакли. Да, то есть мы используем... Я сейчас уже перешу на твою сторону, я пытался принимать длительное время такую позицию, вроде бы как мы не вместе, и при этом, да, сейчас перехожу на твою сторону, потому что действительно мы проводили один мастер-класс, вот в рамках тренинга, у нас тренинг планируется в ноябре, но сам вот этот подкурс, сейчас мы заканчиваем его разработку, и запускаем такую серию мастер-классов. Мы чуть-чуть позже об этом расскажем, как записаться, что и как. Но вот как раз основная цель, да, это погрузить людей, которые любят друг друга, которым хорошо быть друг с другом, и создать для них вот такие обстоятельства, когда они начнут еще больше любить друг друга, когда они начнут, когда они увидят, почувствуют что-то в партнере, то, чего они не чувствовали, когда они закроют глаза и всецело доверятся другому человеку, и внутри, я помню просто то, что нам рассказывали, внутри перевороты невероятные, там такая царила атмосфера, друзья, это просто не передать словами, вот это... А поставьте, пожалуйста, мне очень важна обратная связь, поставьте, пожалуйста, три плюса, те, кто понял вот эту вот логику, да, что если вы приходите со своим партнером, и вы получите актерские техники, то вы сможете обновить ваши отношения, вывести их на новый уровень. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Ой, очень классное сообщение, я зачитаю прям. Ребята, вы такие молодцы, все круто, что вы придумали и делаете, это очень круто, помочь людям стать счастливыми. Да, наверное, это вот именно та формулировка. Спасибо вам большое за это сообщение, мы рады, что у нас есть поддержка. Друзья, вот напишите, пожалуйста, вот когда вы это понимаете, да, что внедрив это в свои отношения, они станут на уровень выше, да, напишите, вот что может измениться, какими могут стать ваши отношения, если вы внедрите вот эти вот актерские техники, да. Мы сегодня, это нужен партнер, то есть у нас есть на самом деле задание, мы готовили, но я так понимаю, что нужен партнер, нужна атмосфера. У нас даже будет... Кстати, я знаю, что ты готовила пару домашних заданий для наших. Давай, мы сейчас дадим вам пару заданий, и потом расскажем, собственно, куда вам нужно будет взять своего партнера и притянуть, и все-таки насладиться друг другом. Скажи, пожалуйста. Так, это домашнее задание, которое по секретику мы даем на нашем курсе. На самом деле там такие задания, что мы сами его с нашими половинками давно хотим выполнить. И я даже, кстати, выполню. Сейчас очень внимательно думаешь, что ты будешь говорить. Так вот, да господи, я уже раскраснилась. Теперь надо выбрать. Да хорошо, потому что нам не все равно. Так, значит, давайте начнем с того, что это про любовь. Мы с Алексеем верим в любовь и верим в то, что отношения возможны. Нормальные, с любовью, долгосрочные, с пониманием. В принципе, сплэш — это место любви, где люди уважают друг друга, любят, и те, которые тут приходят, ребята, они говорят, что атмосфера просто волшебная. Так я думаю, это именно по той причине, что мы действительно верим в любовь. И вот, одно из упражнений, которое, если вы хотите вдруг попробовать с партнером, у вас есть какие-то проблемы, или просто вы хотите разнообразить, почему сразу проблемы? Нет, вот у нас, например, нет проблем, мы любим разнообразить. Вот, хочется вам дать такой совет, и это, поверьте, это прям вдохнет вас в воздух, такая вот техника интересная. Сходите с вашим партнером на первое свидание. Ну, это даже скорее не техника, это такое вам задание совместное. Ну, подожди, почему не техника? Почему техника? Ну, потому что вам... Техника заключается в том, что вам нужно заново познакомиться. Вот. Вот в этом техника, потому что вам нужно заново начать друг друга узнавать. А как? Задавать вопросы. Вы договариваетесь встретиться в определенном месте. Во-первых, опять же, вы наряжаетесь, как на первое свидание. Одеваете лучше свой наряд. Один туфли, а будь туфли с выпускного. С выпускного. Пиджак с выпускного. Или свадебный. Прическу сделать такую. Постричься, наконец-то, побриться. Вот. Рубашку проверьте, пиджак, да? Ну да, наконец-то. Кто-то ж не все носит каждый день. Так вот, и вы вот встречаетесь в определенном месте и заново знакомитесь. То есть там, привет, меня зовут там Наташа. А я Алексей, что ты любишь, Наташа? И начинайте друг другу интересоваться, друг другом интересоваться. Но поверьте, это будет гораздо ярче свидание, чем ваше первое свидание в реальности. Потому что, а, неловкость, вот так, которая помогает вам на первом свидании вдохновляться человеком, да, почувствовать эти бабочки, она останется. Потому что вы же будете подбирать вопросы. Вы же будете думать об этом человеке. Вы же будете влюбляться в него снова. И вот проведите вместе на этом свидании три часа. Три часа? Да. Круто. Да, я знаю про это задание. Это действительно круто. И вот те ребята, которые мы списывались, те ребята, которые это сделали, они прям там присылали 150 тысяч сердечек лайков. Потому что это действительно, это работает. То есть, даже вот это вот простое на первый взгляд задание, оно уже освежит ваши отношения. Саша, а вот скажи, пожалуйста, что делать, если один партнер очень хочет и вот инициирует эту встречу, а второй, ну, боится, что вот второй партнер, он не поддержит это. Вот что ты посоветуешь сделать? Вы знаете, я понимаю, про что идет речь. И, в принципе, когда мы общались с парами, была такая ситуация, возможно, ваш партнер еще не понимает до конца, что нужно работать над чем-то, и вам чего-то не хватает. Я думаю, первое, что вам стоит сделать, это объяснить, насколько для вас это важно. Потому что компромисс — это очень важная вещь в отношениях. И если для одного человека это очень важно, то лучше пусть на определенном этапе вам партнер уступит, и вы вместе это сделаете, чем этот человек будет продолжать искать варианты самому решению этой ситуации, накручивать себя, почему вы ради него это не можете сделать. Я думаю, что стоит даже написать, например, ну, я, опять же, муж смотрит, не смотрит, ладно? Не, не, не смотрит, говори, говори. Ну, это секретики. Я нашла свою методику подхода к своему мужу. Возможно, кому-то она поможет, потому что он у меня упрямый, надежный прям мужчина. Поэтому с ним и серия, ну, пожалуйста, они работают. С ним работает, когда ему четко говорить, что ты хочешь. Мы с ним компромиссируем так. Я ему говорю, давай, ты со мной сходишь вот туда, а я, вот, что ты хочешь взамен. То есть открыто строить свой диалог. Да. Кстати, вот это, мне кажется, тоже есть страхи, открыто сказать своему партнёру то, что думает человек. И, кстати, это хорошая очень, хорошая рекомендация, друзья. Вот если вы действительно сталкиваетесь с тем, что вы не можете быть до конца честны, то, ну, наверное, есть смысл попробовать. А если не получится, ну, я не думаю, что от этого что-то глобально изменится, если у вас прочные отношения. Но если получится, то в корне могут они измениться. И это действительно... Я тоже, у меня был какой-то период, и я вот сейчас вспоминаю, когда я много чего не договаривал и не был до конца открытым. Ну, то есть я вроде бы как и не врал, и вроде бы как ничего не скрывал, но не до конца был открыт. И когда я это изменил, то... Это как раз от того, от вот этих иллюзий, когда мы встречаем человека, мы смотрим на него, да, так, типаж подходит мне, тут подправим, тут его можно подкачать, тут его можно переодеть, этого человека, тут начитаем, цвет волос перекрасим. То есть мы изначально, возможно, не принимаем этого человека таким, как он есть. это же про то же, это про доверие, про вот то определение любви, про принятие. человека, да, его целого, такой, как он есть. А, еще, кстати, один раз я была на одном психологическом курсе, вот, там, где воспитывают идеальных женщин, идеальных жен. Я, кстати, о нем горжусь. Мне очень это помогло. Уже действительно ко мне стать идеальной женой, я надеюсь. Так вот, там была очень классная фраза, сказанная психологом, что если вы ждете, что после брака что-то изменится, нет, нужно договариваться на берегу, то есть с самого начала сказать, что для вас действительно важно, да, а что вы не сможете никогда не принять. Открыто. Открыто. И тогда это честное, открытое отношение изначально, в которых вы можете друг друг говорить все. А это же важно, когда тебе твой партнер и друг, и поддержка, и лидер, и ты знаешь, что он четко сделает, ну, там, возьмет на себя ответственность и сделает это, если он сказал. Но если что, он знает, что ты надежный тыл. Это, вот, я думаю, будет максимально ценно для тех людей, которые смотрят наши эфиры, у которых пока что нет отношений по разным причинам. Вот. Когда вы начнете их строить или будут новые отношения, то вот договариваться на берегу, это действительно класс. И мне вот, что очень важно, я на что хочу обратить внимание, ты сказала, что ты обучалась, вот, на этих каких-то курсах, там, психологические и клуб идеальных жен или что-то вроде бы такого. Но что, я на что хочу сакцентировать, что ты обучалась. И это очень важно, друзья, потому что, если вы никогда этому не обучались, то вам в разы труднее. Но если вы попадете, вот, в эту среду, где такие же единомышленники, как вы, куда приходят такие же пары, такой же парень и девушка, или, ну, партнеры приходят, и они, они начинают работать над своими отношениями. Вы будете смотреть на это и будете начинать улучшать свои отношения. Вот мы, как раз, Саше, в эту субботу, в 19... 18.00 проводим тренинг для пар. Он длится 3 часа. Мы о нем уже сегодня рассказывали. И вот, как раз, самая главная наша задача создать вам там такие обстоятельства, такие условия, такую атмосферу. Любви. Любви. Доверие. Доверие, да. При которой вам захочется открыться, быть честным. Причем не обязательно слова. Там у нас много разных будет упражнений, когда мы общаемся невербально. То есть вы не произносите слов, и при этом вы ощущаете друг друга, вы понимаете друг друга. И это, конечно же, уже сразу выведет ваши отношения на новый уровень. Поэтому, кому бы это было бы интересно, вы можете написать прямо сейчас в комментарии три плюса. И наши кураторы, они сбросят вам всю информацию, вы сможете ознакомиться и прийти. Потому что, потому что, это и есть тот первый шаг для улучшения ваших отношений. А если у вас они замечательные, если у вас они очень классные, то это просто шикарно разнообразит ваши отношения. Шикарно провести вместе время. Но, опять же, мы акцентируем внимание, это не для спасения отношений. Да, да, да. Если вы не рассчитываете, что вы придете, и там мы начнем с вами как психотерапевты сидеть, а у вас какая проблема, а ты? Бросим спасательный плюса. Да, это все в игровой форме проходит. В игровой форме, в легкой, позитивной атмосфере, с любовью, со всем, для пар. Чтобы вы просто почувствовали друг друга. Сейчас, да, вот вы на секунду закройте сейчас глаза. Мы будем уже заканчивать, вот давайте закончим на этой ноте. Вот представьте, закройте глаза, представьте, что вы, ваш партнер, заново начинаете друг друга ощущать, вы начинаете слышать, видеть, чувствовать, вы начинаете вместе импровизировать, вы начинаете вместе играть, и не замечаете ничего друг вокруг. Вам абсолютно наплевать на то, что говорят о вас другие, и вам хорошо быть вместе. Кто-то проводит это время в кино, кто-то проводит в ресторане, кто-то приходит на тренинг к Александре Киселевской и Алексею Яйцити. Друзья, обязательно приходите, это будет действительно очень здорово, ну что, рассказывать, приходите, мы вас будем очень ждать. Да, конечно. Да, я вот думаю на это, на это такое, может, даже немножко лирическое ноте, будем заканчивать. Любите, не бойтесь любить. Да, пробуйте, пробуйте что-то новое, ну, я опять-таки убежден, что отношения их можно развивать до невероятных масштабов, до такого взаимопонимания, когда вы только подумали, ваш партнер это уже почувствовал. Все, с вами был театр Шкура Сфлэш. Кто, да, дошел с нами до конца, спасибо вам большое за вашу активность. Если у вас есть какие-то идеи и предложения, пожелания на тему следующих наших эфиров, пишите вниз в комментариях, кто хочет получить обратную связь от наших кураторов и записаться на наш мастер-класс, потому что мы, к сожалению, не можем взять все пары, там количество мест ограничено, мы можем взять максимум 10 пар, поэтому напишите прямо сейчас, мы вам сбросим и все расскажем. Приходите, друзья, до встречи в субботу в 18.00 в Школе Актерского Мастерства Сплэша. Это так ино. Так, и я... И спасибо вам, что вы были сегодня. Спасибо, спасибо, спасибо. Я отключаюсь. Так, где здесь отключается? Вот кнопочка. Завершить. И здесь еще. Спасибо.